Уважаемый, Николай Александрович, рад тебя видеть, поздравляю тебя с рождественскими праздниками, с наступившим Новым годом, с хорошим настроением, и вижу, что ты опять молодой и веселый, я очень рад этому. — Огромное спасибо, взаимно, действительно, и Новый, и Старый год встретили, уже кто-то, как говорится, в проруби окунулся у нас в сочельник крещенские праздники, поэтому, значит, уже реально наступил 23-й год, правда, китайцы утверждают, что только он с 22-го декабря наступит у них, но мы же не китайцы, — Слушай, Коля, ты вот устраиваешь там праздники науки, ты там еще много чего устраиваешь по науке, вот у меня сейчас, во-первых, в пятницу я тебя приглашаю, будет вебинар в 20 часов о том, как овладеть эмоциями и как открыть способности. Ну, у каждого есть какие-то желания, какие-то заторможенные способности, еще какие-то потенциальные способности, чтобы достигать своих целей и реализовать свою мечту. — Извините, пятница — это завтра, 20-го или 27-го? — 20-го завтра. — Да. И, во-вторых, я должен сейчас встретиться очередной раз с моим коллегой и другом, с Дмитрием Анатольевичем Смысловым, который делает лекции по психологии и по философии. Я о лекторах самих, я об авторах своих, самих. И о Фредди, и о Юнге, и о Гуджиеве, и о Батшулере. Ну, короче, обо всех. — Дурова, познакомьте меня с ним, пожалуйста. Интересный человек. — Я очень хочу вас познакомить. И вы там, конечно же... — А может, на троих сделать этот Zoom? Его пригласите, меня пригласите. Интересно бы беседу получить. — Ну, давайте, давайте. Тем более, что вы с удовольствием расскажете, что вы считаете Анохина и Павлова величайшими, величайшими тоже авторами. — Дайте это мне сказать. Дайте мне сказать. — Ну, я на эту тему вот что скажу. Мы недавно, к 40-летию Ганс и Селье провели большой форум вместе с вашей научной школой Гомфутурис. И участниками как бы вашей такой методологической разработки ключ. То есть участвовали и ваша дочь, и сын. Дочь, сын Ален. Значит, внучку вы еще не успели подключить, но, как говорится, надеемся, что она тоже появится. Значит, и что я хотел бы сказать. У нас появилась совершенно новая концепция. То есть мы, разрабатывая все ваши достижения и прочее, провели такой стресс-конгресс, посвященный вроде памяти Ганс и Селье, но ключевой темой, которая там рассматривалась, это, значит, ваши наработки, ваши достижения. И я хотел бы сказать, что если Ганс и Селье, лауреат Нобелевский, он только-только первоосновы как бы стресса на основе науки эндокринологии, значит, нашел, то вы создали реально через, ну, фактически, вот он в 82-м году ушел из жизни, значит, Ганс и Селье. Вы приняли эстафету и разработали свою уникальную методологию. Я бы это назвал методологией управления стрессом и гомеостазом. Ну, более модное слово кибернетика стресса и гомеостаза. Потому что ваша система, она позволяет реально управлять стрессом, использовать, как говорится, вот эти все и гормональные сдвиги, и особые состояния человека, переходный период в созидательном ключе. И переключать это, чтобы вывести вот как раз на гомеостаз параметры. А иначе стресс будет разрушительным и губительным для организма. Поэтому вот эта тема кибернетика стресса и, назовем, гомеостаза, если надо ставить эти два понятия рядом, значит, я хотел бы... Как биолог, как человек, который занимался стрессом и занимаетесь там вот этими вот научными, организационными вещами. Ну, вот кроме меня, например, и нашей школы, человек будущего, хомофутурос, ведь десятки психологов существует, и физиологов, и психотерапевтов, которые этим занимаются. Мне нужно что-то такого отличительного вы там увидели. Ну, дайте, вот, позвольте на эту тему. Вот что я считаю? В данном случае, поскольку, ну, моя студенческая работа, у меня дипломная работа была, эмоциональный стресс у студентов во время экзаменов, устная письменная форма. То есть, ЧСС, частота сердечных сокращений, кардиограмма, значит, вот, периоды, как говорится, там, 7 периодов, студент фон до экзаменов, как говорится, спокойное состояние, там, подготовка экзамена, там, и уже периоды экзамена, после экзамена. И, вот, по сути говоря, подопытными кроликами были студенты третьего стомата, это я делал на кафедре нормальной физиологии медицинской физики третьего стомата в Москве, значит, моими научными руководителями по дипломной работе были Полянцев Владимир Александрович, доктор медицинских наук, Наума Татьяна Сергеевна, доктор биологических наук. Они оба реальные ученики Анухина Петра Кузьмича, значит, его продолжателей. Ну, вы знаете, что в годы жизни Петра Кузьмича Анухина его система, его подходы многими-многими не принимались, жестко критиковались, значит, ну, ваша наработка, она вот на уровне, я бы сказал, Анухина, на уровне Анухинской. Потому что вы используете именно кибернетические принципы, это, по сути говоря, те приемы, которые вы предлагаете, самая быстрая система вы получили в определенный период работой с нашими силовыми структурами МЧС, военными службами. Там управление, как бы, допустим, диспетчера для наших энергетических систем, как говорится, чтобы они были в нормальном состоянии. Вы возглавляли лаборатории, именно посвященные психофизиологии труда и научной организации труда и производства. Значит, поэтому у вас колоссальный и жизненный опыт, и практический опыт. Вы взяли, как говорится, методы, можно сказать, из нашей космической медицины, поскольку вам в молодые годы, в 80-е годы удалось там поработать и многое, как бы, открыть в связи с нуждами нашей космонавтики. Это выживание космонавтов в экстремальных условиях, ну и сама та среда, где они находятся, это все экстремальные условия, это все стресс. Значит, поэтому, но применили это все и для спорта высоких достижений, и для работы там с ребятишками, которые в особых условиях находятся, ну, дети в домах, интернатах, значит, и везде получили положительные результаты. Ну, и своего рода поддержку. Я считаю, вот точно так же, как Базарный Владимир Филиппович, это ваш и мой, как бы, друг-товарищ, вы там почти ровесники, к сожалению, у нас. Владимир Филиппович недавно ушел, как говорится, так он, 10 января, вот, 22-го года ушел, совершенно недавно. Значит, ну... Это неподвижная поза у ученика Азопарта при директивной форме обучения, создает у него сколиозы и так далее, и очень много говорил о необходимости подвижности. А я как раз занимался тем, какие формы подвижности надо дать детям и преподавателям, не просто механическую физкультуру, а синхрогимнастику создал, чтобы человек подбирал для себя те действия, которые синхронны, то есть резонансны, то есть адекватны его текущему состоянию в моменте, что и создает у него разгрузку от стресса и выход на творческое состояние. Поэтому мы дружили, и мы даже там совместно делали на международном конгрессе по проблемам образования, с приглашением многих директоров школы со всей страны доклады делали. Так что я, конечно, очень его уважаю и память ему светлая. Ну вот я что хочу сказать. Ему удалось, как говорится, в целых регионах, значит, в Российской Федерации получить поддержку губернаторов и уже при поддержке губернаторов на уровне регионального, ну, назовем, министерства науки и образования, которые есть в регионах, провести эксперименты в десятках школ. Вот я хочу похвалиться заодно, может быть, ты не в курсе, Коленька. Я при поддержке губернатора Нижегородской области, Шансева, Валерия Павлевича, а я там приезжал после пожаров, помочь им выйти из этого шока и детям, и взрослым. И после этого меня пригласили, я там работал профессором кафедры здоровья и сбережения в Нижегородском институте развития образования. И во многих городах, и во многих поселках, там, в Нижегородской области, я всех объездил. Мы там обучали педагогов и социальных работников. С большим таким охватом нашей полезной... Я хотел бы, Хасай Магомедович, уважаемый, провести, как бы, вот эту черту. Сейчас вы, ну, как бы, уже глубокого пожилого возраста на пенсии, значит, и необходима государственная поддержка, поддержка, потому что вы все этапы необходимой, как бы, ну, назовем, экспертизы государственной, как и Базарный Владимир Филич, прошли. Значит, но поддержка и развитие вашей методологии в рамках именно, раньше это называлось гражданской обороны, сегодня это, как бы, у нас основа безопасности жизнедеятельности. Если хотите, вот, при чрезвычайных ситуациях, а у нас сегодня и природные катаклизмы, и военные катаклизмы, и даже теракты, к сожалению, случаются. Как себя вести именно в этой ситуации? Для этого должны обучаться, в первую очередь, как бы, сам профессорский преподаватель состав и директорат этих школ. То есть те, кто отвечает за все эти функции, и сам директор, и его заместители, кто за это, и, само собой, там, военруки, само собой, учителя физической культуры, кто наибольшим образом, как бы, это в условиях чрезвычайных ситуаций задействован именно для принятия, как бы, решений. И выводы, ну, этого контингента уже и безопасное, назовем, духовно-психологическое состояние, то есть, как и стресса перейти, ну, в гоместаз уровень, и чтобы таких сильных травм и прочее не было. Мы знаем, что он при панике, при кораблекрушении, как говорится, там более 90% людей гибнет просто от паники, от панического состояния. И поэтому, если ребенку с детского сада, со школы давать основы именно вашей методологии, методологии ключ, именно и включать это еще в систему и безопасности жизнедеятельности, и гражданской обороны, и у нас сегодня готов, раньше были нормы готовы, сегодня все равно что-то похожее есть, то, я считаю, наша Россия, да и все страны, назовем, постсоветского пространства, постсоветического пространства, которые нам всего роднее и ближе, значит, могли бы применить вашу методу? Я хочу быть ближе немножко к реальности, будем мы сидеть реальными образами. Вот дело в том, что у меня же это и учебники по физкультуре у профессора Матвеева Анатолия Петровича для девятых-десятых классов стоит уже, это же вообще учебник по физкультуре, это как раз-таки для школьников учебники, там стоит уже синхрогимнастика по методу ключ. Это же, я извиняюсь, я просто скажу сразу, чтобы было понятно. Кроме этого, у нас же азбука саморегуляции для детей, родителей, педагогов еще 30 лет назад была одобрена Министерством образования, а метод самоутвержден в 87-м году Министерством СССР. Так все было сделано. Дело в том, что как только меняется правительство, как только меняется уклад в государстве и так далее, все меняется, все. Ну, а сейчас есть такая заинтересованность. Сейчас я хотел бы что подчеркнуть. Вы тратите все свои силы, жизненные ресурсы на актуальную помощь, назовем, больным и тем пациентам, которые реально сейчас вас нуждаются. А тема здоровья здоровых, то есть профилактики, как говорится, будущих, назовем так, этих экстремальных ситуаций для школьников, студентов. Да и сегодня, как говорится, пенсионеры нуждаются, и все свои возрастные страты населения нуждаются в вашей методологии. И я бы хотел сказать, что сравнить, если базарный Владимир Филиппов, снова его вспоминаем, он даже новый термин внедрил, человек седалищный, и то, что 200 лет, вот система образования, вот этот стол-стул, человек неоправданно большое время находится в сидячем положении, неправильное положение позвоночника, ну, у него там конторки и прочее. Вот это, почему в саду Академы, вот, ну, сам Платон гулял по саду с учениками, и вот в беседе и прочее, во время движения, вот эти давал знания и прочее. А потому что, оказывается, это наилучший способ, когда... Он больше усваивает и более продуктивный. А сегодня у нас, извините, как на стульчик посадили в детском саду, вот так ребенок и не встает. Только недавно написала моя и ученица, и приятельница из Америки, Марина Фролова, что вот наша методика, ключ вот это вот, хлест руками по спине, шалтай-болтай, лыжник и другие упражнения, пошли по миру, она сама видит и радуется. И говорит, самое главное, там сама идея, это, говорит, идущая от сердца свобода движения. Так вот, извините, я продолжу. Вот этот человек седалищный, сравниваю с вашей методологией, это с маленьких ребят, с детского сада нарушается фертильная функция человека, что девочки, что мальчика. То есть человек седалищный, уже начнутся проблемы, если он слишком много сидит, и прочее, как говорится, не только там геморрои, инфаркты и инсульты, нарушение болезни кровообращения, но и, как говорится, половая функция будет нарушена, и будут проблемы с деторождением, что мужская, как бы, потенция, возможно, что женские потенции на деторождение будут нарушены, фертильные функции нарушены. Тут такой вопрос. Дело в том, что всякая хорошая идея потом постепенно формализуется, потому что авторы дошли до этого, они пережили все проблемы, осознали механизмы, им эти механизмы, вот как Павлов Иван Петрович, дорогой наш, уважаемый, великий, сказал, переключение деятельности – это и слушай отдых, правильно? Ты сам об этом. Уважаемый Хосеменович, я прошу обратить внимание всех наших, как бы, слушателей, аудитории, на тему именно, что уважаемый Хосемен Магомедович Элеев, мой уважаемый друг, наставник, старший учитель, разработал, фактически, я так это оцениваю, кибернетику стресса и гомеостаза, управление вот этим и гормональным состоянием, и, ну, извините, что такое гормоны? Это система, ведь есть кровеносная система, есть гормональная система, наука эндокринологии это изучает. Так вот, в данном случае, вот, через систему соматической, вегетативной нервной системы, через кибертические подходы, которые предлагает уважаемый Хосемен Магомедович, реально идет управление психоэмоциональным состоянием человека. То есть, и человек от травм, которые могли бы наступить, как говорится, если не применять эти методы, ну, избавляется от тех, ну, как бы, колоссальных травматических ситуаций. И прорабатывает психотравмы тоже. Да, 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 да. И тогда получается... Я хочу, чтобы ты помог мне выделить само зерно, чтобы человеку ясно, доступно донести, чем то, чем мы занимаемся вот сейчас в связи с методом Ключ, чем же это отличается от того, чем занимаются все легиемногие? Отвечаю, отвечаю. Я сказал, что фактически я биолог, физиолог по образованию. Кроме того, что это кибернетика тресла гомеостаза, есть еще такие понятия, как нормальный обмен веществ и нарушенный обмен веществ. Так вот, нарушенный обмен веществ, который, как говорится, возникает при экстремальных ситуациях и прочее, он не нарушенный, по сути говоря, а в особых экстремальных ситуациях уже на самосохранение, самовыживание и прочее-прочее. Это, извините, на грани. То есть понятие гомеостаз – это те параметры, где организм жизнеспособен. Выход за пределы – это уже тяжелая болезнь или летальный исход. Значит, и вот этот момент, чтобы не выйти за эти параметры гомеостаза, а, значит, и дает металлургий ключ. И вот тогда я обращаю внимание нарушенный обмен веществ и нормальный обмен веществ. И вот управление этим состоянием через механизмы, как говорится, известной физиологии, как метаболизм, катаболизм, анаболизм, значит, и тогда мы начнем уже понимать это с точки зрения физиологии, потому что эндокринология, как бы, наука эндокринологии дает понятие о гормональных процессах. Значит, физиология – это общая наука, которая, как бы, уже это… А те методы приема, которые внутри, я подчеркиваю, методы и приемы – это, по сути говоря, инструментарий. Не методы ключ, а методология ключ, потому что это гамма, комплекс различных инструментов, которые наработаны Хосеем Магоменовичем Алием и его командой. И, в частности, как говорится, у вас уже в интернете существует школа «Гомфутурис. Человек будущего». Значит, методология ключ, как говорится, развивается уже десятки лет, и сотни книг-бестселлеров выпущены на эту тему, и тысячу там роликов и в Ютубе, и других, как бы, сетевых ресурсов на эту тему развлечены. Поэтому у вас… В чем особенность еще вашего подхода? Вы, назовем, не крохобор, не это, даете этим всем людям, всем людям Земли бесплатно. Вот возьмите, пользуйтесь. Другое дело, что вот эти все нюансы, тонкие нюансы всего этого дела могут только, как говорится, медики и физиологи высшего уровня определить. Ну, назовем это… Николай, я хочу все-таки понять, откристаллизовать компактно. Дело в том, что отличительные особенности и преимущества хочу отличить. Потому что десятки, сотни психологов в мире и психотерапевтов, они же тоже занимаются этим же самым. Единственное, что может быть по практике своей, я знаю, и по вызову миллионов людей, что скорость у нас высокая, простота достижения высокая, общая доступность большая, потому что там есть критерии индивидуального подбора приемов, которые заменяют во многих случаях присутствие гуру, когда человек сам может подбирать по этому критерию для себя те приемы, которые снимают стресс автоматически. Вот эти приемы нейрокибернетики. Когда человек их делает, и стресс снимается, независимо от того, верит он в это или не верит в это, потому что они работают объективно. На основе того, что человек воспроизводит инстинктивные защитные механизмы организма, которые у него и так работают, действия, которые он так инстинктивно применяет, неосознанно. В данном случае он делает это осознанно в виде упражнений. То есть ничего нового туда не вносится, сам его организм, просто теперь он осознал, что он делал, когда ему было трудно. Теперь это повторяет в осознанном виде и через это развивается. В этом смысле я могу понять, что да, действительно мы чем-то отличаемся. Но в большом смысле вот та опора на гормональную систему, на гуморальную систему, она же присутствует и у других специалистов. Уважаемый Хасай Маймельчук, я бы хотел, вот есть понятие масштаб личности. И вот вы не рядовой психотерапевт. В данном случае тот момент, что вы, ну, как сказать, прошли большой жизненный путь и вот такой жизненный, работали и в космической медицине, работали и на предприятиях, где возглавляли лаборатории, ну, назовем, психофизиологии труда и научной организации труда и производства. Это, я помню, у вас даже, дай бог памяти, Сириус. Позитный Сириус был, да, в Армении. Так вот, суть такая. Снижение утопляемости. У нас есть всемирные учения, такие, Александр фон Гомбольд, вот у него пятитомник космос, как Вернадский Владимир Иванович, как Павлов Иван Кузьмич. У него и физиология пищеварения, пищеварительного тракта и вот эти рефлексы и прочее. И одновременно высшая нервная деятельность. Это мы знаем, как говорится. Его ученик Петр Кузьмич Анофин. Я бы даже провел, вот всемирно известное движение у нас сегодня, йога есть. Или, допустим, движение Хаббарда есть. Есть самый знаменитый у нас Тавистовский институт, Тавистовский институт человеческих отношений, которые работают с психотравмами. Это началось еще с Первой мировой войны. И этот институт получает миллиарды, миллиарды долларов на свои разработки. И применяет на работе этого института. У него сотни филиалов и прочее. Ну, сам Рокфеллер и, ну, как бы, его все фонды и прочее. А Хосай Магомедовичу Алиеву, наше родное российское, как бы, соправительство, уделяет сегодня, к сожалению, несмотря на его заслуги, самое милипизерное внимание, можно сказать, даже отрицательное внимание, это сумасшествие. Вот я скажу сумасшествие в этих критических условиях для нашей страны. Я считаю, что все те положительные наработки, достижения, которые созданы вашей научной школой, они, это фактически основа нашей российской школы. вот, есть Тавистовский человек, институт, Тавистовский институт человеческих отношений, так вот, умение работать со стрессом, и они научились это, фактически, групповое сознание людей, значит, это, так вот, в данном случае, при больших, массовых катаклизмах, я хочу сказать, что сравниваю ваши наработки с достижениями Николая Ивановича Пирогова, когда он ввел вот эту массовую, поточную, как бы, хирургию для уже поля боя, и когда тысячи, тысячи раненых, и их надо экстремально спасать, и каким образом наибольшее количество людей спасти, вернуть жизни и сохранить их жизненно важные функции. Вот ваша методика, она на уровне Пироговской, на уровне Павловской, на уровне Анохинской. Мы в области детей и взрослых из шокового стресса. И поэтому других, других психотерапевтов, кто занимается похожей методикой, они просто на другом уровне стоят. Вы вышли на глобальный масштаб, как говорится, человеческих проблем, а они, извините, занимаются с индивидуальным человеком. И поэтому то, что вы опробировали это на нашей российской системе МЧС во время этих и терактов, и прочих как бы это наше применение во своем методе. Я первый был, который выводил в Беслайне из острова стресса детей и взрослых. Не только во Владикавказе, там в условиях клиники, а и в городе. То есть мы же занимаемся большими группами. Ну и человеческий фактор у нас... Извини, сейчас выключится наш зум. До сих пор Чернобыль пригласили Витя Анатольевича все вместе. Вы обучали, извините, диспетчеров на этих... Вы еще поговорим, мне приятно слышать, как ты меня анализируешь. Спасибо, Коленька, я тебя обнимаю. Пригласили Витя Анатольевича вместе поговорим. Я предлагаю подготовить Конгресс в начале марта месяца посвященный именно кибернетике стресса, гомеостаза и нормальному обмену веществ и нарушенному обмену веществ, то есть метаболизму. Мы будем говорить биоавтомат организма, который выработан эволюцией тысячами лет, когда он дает сбои, его пора переводить под контроль искусственного, то есть осознанного интеллекта. И самое главное, вы помогаете каждому человеку. Раньше это называлось аутотренинг, саморегуляция. То есть вы даете эти методы, когда человек находится один, извините, он то ли в лавине оказался, то ли что он один, наедине с собой, но если он знает вашу методу, он может себя спортировать. Самое главное, я понял, что когда человек быстро снимает стресс, у него включается вместо адреналового комплекса, когда он перенапряжен, включается эндорфинный комплекс. А это заменитель как раз, его искусственный заменитель это алкоголь. То есть я провел эти аналогии, эти сравнения из самых разных областей и сказал, люди, мы это вино в себе носим, мы только не умеем им пользоваться. И обучаю людей этим пользоваться. поэтому школа человек будущего холм футуру. Я посмотрел 23-й год. Так, вот субботу, 4-е марта, вот давайте конгресс проведем. Это мой день рождения как раз. Стресс-конгресс, то есть как раз кибернетика, гумиостаз, метаболизм. Спасибо, спасибо. Просто выключается зум, уже написано, полминуты осталось. все, все. Обнимаю, я рад был тебя видеть, и очень хорошо, что мы веселые, шутя, как говорится, на рождественские дни, с улыбкой на лице всех приветствуем, желаем. А помните кибернетика стресса, какой мы вам бренд разработали? Да, да, отличный бренд, спасибо. Кибернетика кибернетика Хаса Али. До встречи, спасибо. Спасибо.